Во главе угла – люди. Страшная авария с маршруткой, которая произошла под Смолевичами в феврале прошлого года, всколыхнула сферу пассажирских перевозок. В миг усилились контроль и проверки. ГАИ, транспортная инспекция, налоговая регулярно на страже каждой жизни. Злостным нарушителям перестали грозить, перейдя к более радикальным мерам – изъятию машин. «Выявляются такие нарушения, как нарушение внешнего и внутреннего оформления транспортных средств, отсутствие необходимых документов у водителей, в частности, страхового свидетельства страхового полиса, отсутствие разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Для автомобилей такси срок действия данного документа составляет 6 месяцев. Непрохождение водителями предрейсового медицинского обследования». Чётко разграничил требования к регулярным и нерегулярным такси 2018-й и обновлённый закон об автомобильном транспорте и перевозках. С того момента регуляры стали возить людей по определённому расписанию, маршруту и только после заключения договоров с операторами, контролирующими органами. Кроме того, лицензия и навигационное оборудование, которое позволяет контролировать соблюдение ПДД, режим труда и отдыха обязательны к исполнению. «В обществе этот вопрос очень остро стоит. Некоторые переживают, что наступит коллапс в транспортном сообщении, в частности, в сообщении такси. Но хочу заверить, ничего для перевозчика практически не меняется. Больше акцентируется этот указ на безопасность в перевозке таксистов. Хотим убрать нелегалов в этой сфере деятельности». Прошлой осенью Александр Лукашенко анонсировал создание официального реестра перевозчиков. Жёсткие меры направлены на обеспечение безопасности. «Кто не включён в данный реестр, оказывается вне закона, его деятельность будет выявляться и пресекаться контролирующими органами. То есть тебе разрешили перевозить людей такси и маршрутками, в реестры ты иди вози. Правила будут тоже установлены. Если тебя там нет и, не дай бог, ты занимаешься этими перевозками к Убракову и к Тертелю, там места ещё у нас есть. Жесточайшим образом надо пресекать это, чтобы понимали». Ноу-хау коснётся городских и междугородных маршруток такси. Основной приоритет – обеспечить безопасность людей и легализовать работу водителей. За 2023-й транспортная инспекция выявила под 10 тысяч нарушений. Сумма штрафов превысила 800 тысяч рублей. До вступления в реестр – всего пара дней. На бесплатной основе он будет формироваться три месяца. На семинаре подняли тему указа номер 32, подписанного президентом ещё в январе. «Я уже четвёртый раз на подобных мероприятиях и каждый раз получаем более конкретную информацию, так как уже вступление в реестр через пару дней, которые необходимо решить в ближайшее время. Это, предположим, внесение фирмы, транспортных средств водителей в реестр, купить и оснастить все транспортные средства регистраторами с целью и дальнейшим сохранением информации в течение 15 дней». Нововведение позволит выдохнуть спокойно. Теперь можно точно знать в лицо того, кто отвечает за безопасность. Правила созданы не для того, чтобы их нарушать. Контролирующим органом здесь станет транспортная инспекция. Попасть в список бесплатно реально до 31 октября.